Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и описание этими работ по книге Великий Музей Мира. Флоренцо Лотто. Портрет юноши. Около 1508 года. Дерево-масло. 53 на 42. Данная работа написана венецианским художником Лоренцо Лотто в ранний период творчества. Свидетельствует о его выдающемся мастерстве портретиста. На небольшой по размеру и лаконичной по аксессуарам картине изображен рыжеволосый юноша в черной одежде. Его простой аскетичный облик поражает удивительной для итальянской живописи остротой индивидуальной характеристики, заставляющей вспомнить приемы художников Северного Возрождения и в частности Альбрехта Дюрера, который во время создания данного портрета находился в венец. Лотто точно воспроизводит все индивидуальные особенности модели. Широкие скулы, чуть нависшие веги, длинный с горбинкой нос, гладкую поверхность кожи и мягкость волос. Также тщательно передана и фактура ткани белого узорчатого занавеса, который, служа фоном работы, еще сильнее подчеркивает характерность лица молодого человека и выгодно оттеняет малейшие цветовые нюансы. Однако, в отличие от немецких и нидерландских портретов, герой не замкнут в себе, а напротив активно обращен к зрителю. Жестким и пристальным взглядом юноша смотрит в упор, а его приоткрытые уста, кажется, вот-вот заговорят. Великолепно схвачены не только внешние черты, но и внутреннее состояние молодого человека. Он выглядит несколько сдержанным и высокомерным, но ему не откажешь ни в силе воли, ни в напористости. Следуя североевропейской традиции и желая усилить значимость образа, Лотто вводит в картину символический атрибут – горящий светильник, знак краткости, земного бытия и свидетельство того, что портрет выполнен при жизни человека, а не посмертно. Ну вот такое описание к работе «Портрет юноши» автор Лоренцо Лотто, около 1508 года, текст по книге «Великие музеи мира». Всего хорошего. До свидания.